привет привет присоединяйтесь ребята оставайтесь со мной сейчас особенно эфир будет актуален для мамочек которые ведут в через несколько дней своих детей в школу в россии вообще наверное по всему миру для тех у кого есть дома школьники первоклассники второклассники и так далее это будет вам очень 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 полезно очень важно здравствуйте здравствуйте девочки добрый вечер добрый день доброе утро у кого у кого какое время суток и я сейчас расскажу почему я решила сделать этот эфир вы все знаете и замиранием сердца следите за тем как и левушка вливается в англоязычную школьную среду я в этом году привела его сразу из полностью самого рождения русскоязычной среды где он родился в русскоязычной среде все няни у левушки были русскоязычные потом он пошел детский сад где он три года ходил у него не было абсолютно никаких проблем он нормально коммуницировал роса ему давалось время и вот мы пошли пришло время привыкать к я заметил что у него есть такое некое отторжение особенно в общении с дэном он не хочет он не соглашается и не идет на компромисс он все время просит переведи мне то есть выбирает кого-то в доме кто хочет перевести ему что-то с английского на русский я поняла что у него вот как бы попалось такое звено у меня на этика четыре ребенка и одно звено попалась такое другое то есть если вот этом василиса макара и привела просто и там в школу и они сидели 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 в итоге раз и схватили английский там сева я тоже чувствую что проблем не будет потому что у него есть папа который с ним наполовину разговаривает по-английски и потом как-то я думаю ну что мы не рано загадывать а слегка получилось так что вот он у него есть вопросы к английскому не внутренний стоит протест почему-то к этому языку и мне стало интересно с точки зрения ну и понятное дело что я могу расценивать это как вот ну как бы просто позиции человеческой рассматривать почему это могло произойти вы знаете что я люблю как бы копаться еще каких-то аспектах психологических астрологических и вот что что человеку предначертано по его судьбе по его рождению и я обратилась если вы помните однажды я вела свой прямой эфир с дариной мастером бац и которая делала очень классный разбор моей Василисе мы вместе с Васей были здесь в эфире и она помогала ей как раз Вася тот момент перешла в колледж и да она давала ей какие-то наметки на что Василисе стоит обратить внимание в ее жизни какие ее сильные стороны я обратил решила обратиться снова к Дарине она кстати живет в Китае человек который посвятил всю свою жизнь изучения вот этих китайских практик самых старых самых древних самых мудрых и попросить какого разбора для Левушки и она мне его сделала и он оказался настолько интересным для меня лично что я решила что мамы тоже которые готовят своих деток должны обязательно это сделать обратить внимание особенно те мамы у которых есть вопросы да тоже сложности какие-то я понимаю что огромное количество мам потому что когда я пощу про Левика у меня завален директ ну просто каждое второе сообщение что мама пишет Саша у нас тоже самое Саша не переживайте у нас также то есть я понимаю что очень многие мамы встречаются с какими-то не все но многие мамы встречаются какими-то трудностями при транстранзиции переходе ребенка из его привычной среды где мамочка где попку подтирают на вавку дуют и так далее вот в эту самостоятельную школьную среду я подумал что вам будет очень интересно тоже поговорить с Дариной которая даст какие-то общие Дарин я не вижу от тебя запроса пожалуйста запроси мне если можешь запрос на добавление в прямой эфир или я сейчас попробую сама это сделать для начала давайте я спрошу те кто присутствует сейчас в эфире у кого детки идут в школу или кто ну даже не обязательно даже в школу может быть последний класс последний год садика потому что вам тоже нужно думать о том как детей своих привлечь к учебе сделать учебу для них интересной при помощи каких-то Дарин приветики да слышала мое вступительное слово я все правильно говорю нет я ничего не слышала ничего не слышно было почему-то я только подключилась окей я прошу сейчас да вас правильно пишу мамочек прошу отметиться у кого детки идут в школу ставьте плюсики ставьте смайлики напишите у меня чтобы поняли что здесь я есть заинтересованные женщины родители не только женщины может быть и мужчины которые смотрят наш эфир да ребята вот смотрите идут идут и плюсики на самом деле тема очень интересно да ты знаешь послушав тот разбор который ты прислала мне для лёвы я понимаю что помимо конечно же мы не говорим что нужно убрать все наши разговоры с ребенком да когда мы объясняем что такое школа делаем такой эксайтмен что о там вот осталось там пять дней до школы четыре представляем с ним как мы пойдем а что мы там принесем туда мы бы свою любимую книжку то есть какие-то обычные человеческие психологические там уловки чтобы заинтересовать ребенка к школе чтобы он хотел чтобы у него вот это вот чувство ожидания но еще мы можем помочь ему какими-то другими мягкими методами а вот как-то мне написала для лёвы там какую-то воду добавить да вода это не только как просто плавание да что это может быть классическая музыка которую фоном ставить что это все в нем раскроет тот потенциал который сейчас спит который глохнет не потому что он плохой не потому что там я плохая мама я хочу чтобы сразу все мамочки которые будут слушать и узнавать своих детей каких-то аспектах да что у нас слабая вот это у нас слабая математика у нас слабая там плохо пишет буквы плохо запоминает алфавит и так далее это не вы плохие потому что опять же в моем примере у меня четверо детей и все разные и разные двоим я никогда даже не нужно было с ними заниматься они сами все выучили да они сами прекрасно учатся у них есть там свои собственные успехи да там они не супер отличники но некий хороши а здесь нужно приложить усилия потому что ребенку предначертано так по праву рождения кто-то из нас с вами до классный шеф-повар и готовит просто ну а замечательно а кому-то для этого приходится прикладывать усилия так как-то идти против течения вот то же самое с нашими детками и как помочь им в этом как облегчить что-то вот об этом сейчас пойдет речь саш еще раз привет во первых я помню что у василины у нее карта василиса она у нее как раз другая у нее идут сильные ресурсы то есть она должна была сама учиться ей могло быть это как-то ну даже не надо было там действительно где-то напирать скорее всего есть ситуация обратная то есть если мы говорим о лёве то ему наоборот нужно ресурсы усиливать то есть я поясню что такое ресурсы да потому что люди не все подготовленные пришли есть у нас такая китайская карта базы астрологическая карта и она отличается от астрологии западной с точки зрения базы у есть пять стихий также пять элементов то вместо воздуха у нас стихия металла как бы такое основное отличие и сама концепция она немножечко отличается то есть у нас там круг пяти элементов эти элементы порождают друг друга контролируют и вступают во взаимоотношения взаимодействия и баланс этих элементов карте влияет на наше качество жизни на нашу удачу судьбу самым непосредственным образом вот за знание в карте и ребенка и взрослого и студента и дяденьки и тетеньки отвечает элемент ресурса что такое ресурс то есть каждый из нас является определенной личностью с точки зрения календаря и карты китайской например я человек воды саша человек янской земли василиса человек янского дерева насколько я помню лев тоже янское дерево бывают люди огня еще там металла земли все разные да и для каждого из нас будет разным являться этот самый элемент ресурса что такое ресурс то что меня как бы поддерживает по вот этой системе пяти элементов то есть например для человека воды это будет металл для земли это будет огонь на для каждого этого будет свой элемент ресурса и есть те люди у кого этого ресурса много в карте он в достатке до его ну он баланс этот элемент им в принципе нормально учиться особенно если знание там очень сильные мощные проявлены в карте есть дети у кого чрезмерно сильный ресурс это тоже бывает минус это бывают дети модари скажем так троечники которые не хотят учиться но у них как бы крен немножечко в другую сторону их тоже нельзя заставлять то есть у них очень мощно эти ресурсы в карте от рождения и если на них давить передавливать у них начинаются депрессии у них начинаются проблемы со здоровьем потому что ресурс это не только знание это еще и здоровье в карте человека то есть у них начинаются проблемы очень важный момент потому что я сколько даже мамочки мне тоже пишут что саша пожалуйста только не передавите на лёва потому что у нас ребенок вот походил там полгода куда-то там если головные боли живот и я у лёва тоже заметила после первой недели он начал жаловаться мама головка болит причем внутри он мне говорит я говорю там ушиб твой болит нет внутри потому что ребенок перенапрягается нервная система таком знаешь напряжение да вот как бы у всех в общем для того чтобы понимать как ребенок будет учиться влажен тот самый элемент ресурсов карте базы с точки зрения китайской концепции астрология китайская есть здесь у кого ресурс слабо вот в ситуации с лёвой там идет момент такой что у него слабый ресурс ему нужно его усиливать всю жизнь всю жизнь именно ресурс воды правильно ты сказал который отвечает за элемент воды да и как раз проблема с водой в карте то есть вода находится слабой позиции то есть у нас есть разные там фазы энергетические с точки зрения карты китайской и у него вода она слабая в карте мало того чтобы у него слабая в карте у него и в периоде она сейчас то есть у нас есть карта четыре опоры судьбы а есть еще период который приходит и влияет на карту него еще и в периоде слабая вода но я уже обозначала да вот в самом разборе то что на мой взгляд наиболее критический момент у него этот год почему потому что у него в карте две козы и у него пришел год который ну вот разрушитель не случайно когда дети идут в школу в шесть лет такой знаете знаешь момент когда мы меняем социум да то есть это все равно стресс для многих детей да то есть это смена там окружение там учительница до новые дети какие то то есть все равно это вот такая турбулентность капитальная сто процентов это одна из самых серьезных турбулентностей да вот и у него может быть прям сильный стресс в особенности этот год то есть я считаю что даже ты еще и сказала еще и октябрь еще и декабрь то есть я такая ожидающая впереди все самое интересное впереди октябрь я бы сказал октябрь декабрь и январь вот январь нужно прям аккуратно пройти потому что у нас у него в периоде пришел пришла лошадь вот быка и две козы то есть там идет двойное столкновение то есть ему прям может быть очень тяжело самому и ребенок может действительно ну как сказать не то что потерян да будет ну вот ему прям тяжело то есть его тут нужно поддержать тут не нужно да или говорит там ну давай быстро садись учись то есть ну там не дай бог да сказать там что-то тупой не дай бог да ну бывают разные ситуации и родители то есть здесь нельзя передавливать однозначно я приведу пример вот ну может быть это будет понятен как пояснее вот у меня была ситуация у дочки в прошлом году был год крысы у нас 2000 2020 год она по году лошадь и именно в декабре двадцатого года когда пришли две крысы и начали сталкиваться своей лошади ну вот по году рождения просто вот она подходит к школе у нас китайской школе и у меня начинается истерика истерика она начинает плакать она отказывается идти не может никак успокоиться у-то ребенка тебя обижают ну начинаешь стражи что почему-то не хочешь я ничего не могу с собой сделать я не понимаю green что со мной я просто начинаю плакать у него страшно я хочу домой хочу к маме и буквально это даже были дни крысы я просто потом уже но понимаю что это у ребенка в карте понимая с чем вопрос у нас чем проблема, я поняла, что этот весь декабрь, нет смысла вообще над ней издеваться, то есть не то, что мы ее не водили в школу, то есть это как бы окончание семестра, это важный момент, мы просто что делали? Я как человек, который понимает эту карту и знает, как мать, просто мы стали в дни крысы ее водить там на полдня, потом мы приводим ее на обед домой, ну то есть мы стали ее там меньше оставлять, идти как бы навстречу ребенку, чтобы в этой ситуации ей просто психологически ну вот прям кроет, вот как взрослого бывает, да, перекрывает просто на эмоциях. И мы спокойно таким образом этот декабрь прошли, просто я ее забирала там раньше, да, то есть мы не давили на нее, мы понимали, в чем причина, и как только месяц сменился, все, как будто бы ничего не было просто, то есть она совершенно спокойно стала дальше ходить учиться в январе. И она говорит, я сама не понимала, что это, я подхожу, говорит, у меня просто вот слезы, я не могу подходить к этой двери школу, вот такое было. То есть достаточно просто показать ребенку, что ты понимаешь, слышишь его, то, что у него сейчас идет процесс, как-то поддержать его, может быть сказать, ну давай там какой-то компромисс найдем, мы тебя пораньше заберем. Да, да, да. Какие-то такие вещи мягкие. Но главное же не, но вы не забрали при этом, да, не пошли на поводу, как бы всего, совсем. Нет, не то, что с концами, нет, даже вопрос так не ставился, что с концами, просто мы стали, в Китае какая система, да, ну, что, может быть, в Америке такая же, нет, не знаю, в Китае у нас система следующая, то есть у них фактически с полвосьмого уже начинается учебный день, мы ее отвозим в школу, завтракает она дома, затем у них там идет обед в 12 часов дня, и у них перерыв, они два часа спят в Китае, в школе, они два часа спят, потом у них еще продолжение как бы учебного дня, и до пяти вечера, в пять как бы мы ее забираем, но остальные дети там до восьми и до девяти, а некоторые живут, то есть у них вот такая система. Мы ее в пять забираем всегда, и просто мы договорились, что на этот обед и на сон-час мы ее забираем на три часа домой. Это была такая альтернатива, то есть мы как бы пошли навстречу, и так она согласилась ходить, то есть она уходит там условно до обеда до 12, потом мы ее забираем и в три увозим, как бы так она смогла, вот. Я повторюсь, то есть как только декабрь прошел, вот эти две крысы ушли, вот это столкновение, да, то есть прям вот это эмоции были такие. Опять же, Саша, смотри, крыса-лошадь это эмоции, то есть она не понимала, что с ней, а быки и козы, вот как у Лёвы, это препятствия, то есть это могут быть конкретные препятствия там в учебе, да, то есть вот как препятствия, как вот утыкаешься на что-то, то есть даже каждое столкновение, оно же имеет, ну, свою трактовку в базе, по смыслу. Вот, то есть у нас это не было, что она не может учиться, она просто эмоционально хотела там домой и так далее. Вот у нее это так отогревалось. Вот. То есть все это индивидуально может еще быть, но в целом я про то, что в ситуации, когда ребенок отказывается учиться, может быть, будет также наглядно и интересно. У меня брат, мой старший родной брат, вот у него много было, наоборот, ресурсов в карте, и он не хотел учиться вообще, то есть там тройки. Вот. И когда я потом уже посмотрела карту, то есть там понятно было, что ему это, ну, не полезно. То есть ему нужно было как можно раньше начинать идти работать, подрабатывать. То есть вот для таких детей как раз-таки формула. Вот сегодня мне написали, девушка написала комментарий тоже к посту по поводу двоих детей. Она говорит, у меня вот ситуация, что старший там учился хорошо, я даже вообще ничего там не бросалась его, а младшая вообще там двойки мне приносила за четверть, но она уже зарабатывает там в 12 или в 14 лет. Она зарабатывает уже деньги. Вот часто у таких детей у них лучше получается зарабатывать. Я тоже думаю, мне вот ни один уже специалист сказали, Саша, не отчаивайся с Левой. Это как бы у меня сейчас с ним как бы сложновато. Бывает, нет, вот последние два года было хорошо, вот было в два, в три года сложно. И вот сейчас со школой как-то я немножко начну таблетность избытывать. Но мне говорят, Саша, ты не понимаешь, какого классного лидера, какого интересного человека ты расписываешься. Там карта интересная очень. Я, кажется, там и четыре звезды такие, которые могут указывать на вообще аспект того, что человек может стать очень известным и знаменитым. Это правда, я сказала, что я не кривлю душой. То есть даже если посмотреть мои разборы у меня в аккаунте, это действительно люди, которые, ну, там, Абрамович, например. То есть человек, который известен, знаменит. Не обязательно даже это блогерство. Ну, например, та же Оксана Самойлова, по-моему, тоже у нее вот такие звезды есть. Это часто человек известный, знаменитый. И сам стол у него очень такой интересный. Янское дерево на лошади. То есть потенциал, да, добиться успеха в жизни, он присутствует. Он имеет место быть. Тем более, как мы смотрим по карте? Мы смотрим периоды удачи. Если периоды дальше идут хорошие, то есть хорошая удача, человек может использовать потенциал, который есть в карте. Если периода не очень, то как бы жизнь, там, не айс, да, скажем так, не супер-пупер. Вот. Здесь есть и звезды хорошие, и периоды хорошие. Но, повторюсь, вот у каждого из нас своя формула успеха. Вот. Все хотят успеха, да. Многие хотят, там, денег, я не знаю, отношений, любви, здоровья, да. То есть все мы хотим быть счастливы, по сути. Для каждого, там, свое понимание этого самого счастья. Ну, у каждого из нас должна быть своя формула успеха, исходя из карты. Кому-то, да, некоторым детям нужно учиться. И людям, когда они вырастают, всю жизнь нужно учиться. Не только в школе, там, или в институте. То есть вот мне, например, нужно учиться всю жизнь. Много, постоянно. Фундаментально. Я знаю таких людей, да, 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 которые никогда never stop. Вот. И это мой, как бы, моя формула успеха по факту. Если я не учусь, то я начинаю болеть, мне очень комфортно. То есть мне нужно постоянно учиться. Это вот моя, ну, кнопка волшебная, скажем так, в карте. Вот. Есть люди, у кого совершенно обратная ситуация. То есть им не нужно постоянно учиться. Им это во вред, им это не во благо. У меня есть примеры такие в близком окружении тоже. То есть человек начинает учиться, у него все сыпется. По здоровью начинает сыпаться. То есть мы реально все разные. И если мы говорим о детях, ну, например, ребенок там не хочет учиться. Я, конечно, рекомендую посмотреть карту в первую очередь. Потому что по карте это можно понять, найти ответ на вопросы. Это первое. Второе. Не передавливать. В любом случае, что полезно, что не полезно, кому ресурсы, кому не ресурсы. Нужно искать то, что зажигает ребенка. То, что вот может, ну, как-то, не знаю, ну, у каждого все равно есть что-то, что зажигает. У меня был случай в практике. Пришла женщина, говорит, не знаю, что с ним делать. Какой-то вообще у меня там бездарь. Ну, там уже подросток был. То есть он такой уже большой конь из меня сидел на шее у мамы. Мама там кормит, ухаживает. А он ничего не хочет, ничего не сдает. Дистанционное было, насколько я помню, тогда обучение у этого мальчика еще до пандемии. Я говорю, ну, что-то должно очень нравиться и зажигать. А у него там все в воде. Карта, вот, ну, воды много, она вообще не полезна. Это вода. А вода – это мама для него же. И мама его прям опекает, бегает за ним. То есть когда ресурса много, он не полезен, ребенок ленится. Это плюс еще и родители расслабляют. Мать, как правило, мама. И я говорю, вам нужно как бы ослабить хватку. Не нужно его так опекать. Да. Я говорю, все равно что-то должно быть, то, что вот его очень будет зажигать. Она говорит, ну, да, он очень увлекается всякими, вот, оружием нравится, какая-то баллистика или что-то. То есть такое узкое направление очень, действительно узкое. И оно связано с огнем, то, что ему нужно. Я говорю, вот, это то, что ему реально полезно. Но она же это в нем перерубала. Если бы в Америке, я бы сказала бы на собрании с директором, что… Про оружие? Да, если бы я сказала, что… Они меня спрашивают, что вот увлекает Лёва? Я бы сказала, знаете, оружие. Меня бы вызвали бы соцорганы, я бы проверять бы дом. Это вполне возможно. Ну, как бы, тут, понимаешь, какие-то вот пушки, ну, вот такой баллистика. Ну, действительно, исторически. То есть ему интересно. А это нормально, мужчина может маленький даже интересоваться этим. Они же все равно это видят в мультиках, в кино, в играх. Да. Ну, она это, то есть мама сама не давала ему в этом направлении развиваться, делать то, что ему интересно. То есть мы же все равно добиваемся успеха, если есть искра Божья в том, что мы делаем. Если мы кайфуем при этом, появляется энергия. Что мама в итоге сделала? Мама в итоге, ну, насколько я поняла, на тот момент услышала. Ну, там с мамой это еще была история такая, что изначально она приходит на консультацию жаловаться. Сын там ленивый, ничего не хочет. Мы начали разбираться с картой. Я говорю, так и так, вы его очень сильно опекаете. Плюс ко всему, видимо, так. Она говорит, да, мы живем вместе. Ну, как опекают? Ну, я встаю утром, мне нужно ехать там на работу, да, по делам. Ну, я готовлю ему завтрак, сервирую стол, а ему там лет уже очень много. То есть он спит, он спит. Катя, очень много, это сколько? Я хочу параллель, у меня просто еще 10 лет. Ну, там 16, ну, там большой, я говорю, там же уже вот такой большой. Огромный, большой, уже мальчик очень большой. Хотя, да, вот Васе мы не сервируем уже стол. Ну, вот она ему встает, сервирует стол, там все, ухаживает, уходит на работу. Она сама себе делает там бейглы эти, это толстая ванна. Ну, вот как бы это, ну, не совсем правильно. И потом она еще с работы, она ему несколько раз за день постоянно звонила его, как бы, там, пыталась контролировать, чем он занимается. И он вообще ничего не хотел делать. То есть в карте это видно, что там мама кругом, мамы много. Как бы мамы слишком много. Кстати, таким детям нельзя с мамой жить. Есть дети, кому нужно жить с мамой, даже в старости мамочку к себе забирать. Когда мамочка-бабушка уже. Кто в себе сейчас узнает такую мамочку? Напишите, если кто-то чувствовал в себе такой момент. А есть, как бы, тема такая, что дети, вот, есть те, кому в 18 лет, все, отдельно. Тогда лучше. И для ребенка, и, как правило, для родителей тоже. Я тут было заикнулась своим детям, что в 18 лет я вас веду, а потом, goodbye. Так они прибежали ко мне за юбочку, схватились, заплакали, сказали, мамочка, я не хочу. Нам тут так хорошо у тебя. Да, тут так все есть, и так вкусненько, сладенько, и домик такой милый, и так вообще тут замечательно. Мы с тобой, да? И плюшками пахнет. Мы с тобой, мама. Ну, вот, как бы... Ты знаешь, они же не дошли до рубежа в 18, я думаю, что когда дойдут, может быть, они скажут, слышишь, да, адьос. Вы сами. Ну, вот, как бы, это тоже все индивидуально определяется, смотрится по карте, это можно увидеть. И в случае с этим мальчиком я посоветовала маме просто перестать так делать, потому что она его, как бы, ну, вот, расхолаживает. И там была ситуация следующая, что она один день первый попробовала и была в шоке. Она мне отчиталась о том, что, вы представляете, Дарина, я в шоке, я встала, ничего ему не приготовила, уехала. Он мне сам, там, что-то один раз за день позвонил, я приезжаю, он мне накрыл стол вечером. Он сам приготовил, он никогда не готовит. Я говорю, ну, потому что вы ему не давали ничего сделать. То есть она его задушила своей опекой, то есть ему уже нужно дать... Ну, это вот в фильмах есть, да, такие тоже героини мамы. Прямо с первого раза так произошло? Да. Прямо первый раз она... Первый день. Первый день, сходу. Я знаю, что дети, когда им такое делаешь, они первый день, как бы, такие, типа, ну, не поедят. Нет, там прям, в чём и был весь фокус, она, говорит, я была в шоке, что я пришла, во-первых, он приготовил, а, во-вторых, он к ней подошёл с каким-то вниманием, попытавшись позаботиться о ней. То есть я говорю, да потому что вы ему не даёте проверить себя никак. То есть вы его вот задушили опекой, то есть пространства у него нету никакого. И как бы, ну, вот, после этого итог был такой, что нужно было давать больше... возможности действовать мальчику, потому что он уже большой, и принимать саму решение, что-то делать вообще в жизни. Потому что чрезмерная опека тоже может очень плохо влиять на успешность и на то, как человек захочет, не захочет развиваться. Ну, в частности, когда это мама мальчика обрекает. Ой, хочу сразу добавить небольшую такую добавочку. Я буквально вчера, я уже готовлю сейчас прилетать в Москву, и я уже вот на этой неделе вылетаю. У меня будет на следующей неделе воскресенье встреча с моими читателями. И я хочу вам рассказать такую маленькую приоткрыть завесу, что будет происходить. Я выйду на сцену вместе со всей моей семьёй. В какой-то момент выйдет Василиса, и она расскажет, что помогало ей в контакте с мамой, какие психологические препятствия она происходила, как она их происходила. И я хочу показать вам, мамочки, я прям выведу на экран, на зале меня, такой интересный, как сказать, ритуал перерезания виртуальной пуповины, когда мы с ребёнком растождествляем себя и отпускаем его, уже доверяем его ангелам, Богу и так далее. Да, я это сделала, когда Василисе было 16 лет, кстати, вот год назад. И мне это очень помогло, потому что до этого у меня было прям... Паника. Да, сложности, паника и трудности взаимодействия. Когда это произошло, потихонечку, не то, что с автором прям всё поменялось, потихонечку сейчас ребёнок сам, не говоря мне, устроился на работу, сам учится, сам решает свои вопросы и проблемы. И вот я, кто будет на мероприятии, я вам покажу эту практику, вы сможете сделать сприншот себе, как это делается. Ну и выйти саму мою Василису. Она мне, кстати, даже не показывает, что она будет рассказывать. Для меня это тоже сервис, они готовят самостоятельно этот спич. Так что для меня это тоже будет... Я сяду и буду вместе с вами смотреть, что она захочет донести до залов полторы тысячи людей. Здорово очень. Ну, я помню, что Василисе как раз полезно самой и работать, и как можно раньше начинать подрабатывать. Мы, по-моему, об этом говорили тогда, когда у нас был... Но при этом она сама до этого дошла. То есть когда я ей договорила целыми днями, давай, давай, сошел, не идея, развивай, как бы, ну... А когда она просто уже сама доросла до этого момента, и когда я там уже определённо отпустила этот контроль, отпустила вот этот прессинг от мамы, которая всё лучше знает, которая всё пригласила готовенько, ребёнок сам дозрел и пошёл немножко другим путём, но всё равно туда. Ну, это отлично, отлично. Просто супер, потому что сама... Ну, пусть это даже где-то будут небольшие ошибки, да, всё равно это подконтрольно, не то, что там она ушла куда-то совсем с концами, да, скажем так. Конечно, конечно. Мы, естественно, на связи с её работодателем каждый день спрашиваем, как там, чего, безопасная среда и так далее. Ну, в целом это очень здорово, очень круто. Вот, я начала рассказывать про ресурсы, не ресурсы, да, как это, с точки зрения карты Бадзе, и вот тоже я рассказывала, что можно сделать так, чтобы ребёнок учился проще. То есть есть дети очень умные, мы знаем об этом сразу, ну, вот прям легко всё вот так вот, да, вот как те, с которыми мамы не делают уроки вообще. Удобные дети, удобные. Которые сами всё делают, да. А есть детки, с которыми делают мамы уроки. Иногда и папы, и репетиторы, и так далее. Вот есть книжки. А ещё делают себе нервы, да. Ещё и да. Но у многих уже глаза дёргаются перед первым сентября, на самом деле такая тема очень животрепещущая. Вот, и есть такие способы, с точки зрения китайской астрологии, ну, вообще не только астрологии, но и хуншу в целом, которые действительно помогают учиться проще и легче. Вот, мы это обсуждаем. Я даю информацию и на марафонах, и бесплатный вебинар у меня состоится буквально 10 сентября на тему как раз-таки того, как учиться легче. То есть я расскажу, что влияет, как влияет. Влияет, как у нас расположен тот же письменный стол у ребёнка, рабочий стол. Как ребёнок учится, да. То есть вот эти все тонкости, мы их, ну, как бы их можно внедрить, их можно применить. Например, у меня вот такая штука стоит, сейчас покажу. Мы её приобрели буквально год назад. Даже полгода, по-моему, назад. Это пагода китайская. Это китайская пагода. Вот. И я хочу отметить тот факт, что у меня ребёнок пошла в школу китайскую, она учится на китайском языке, там вообще нет иностранцев в её классе. Она одна иностранка, и общаются на китайском языке, математика на китайском. Ну, вот, наверное, как и в Америке, да, то есть всё на английском, так же у нас всё на китайском. У нас ничего на русском и на английском тут нету. То есть есть английский язык, но в целом всё китайский, китайский преподаватель. И, ну, первый класс мы, конечно, волновались, потому что мы не носители китайского языка, муж у меня не китаец, и дома мы говорим на русском. То есть, в принципе, там такой среды слотные. То есть ещё поклеще задачка, на самом деле, чем с английским. Для неё, да. То есть это вообще, как бы, ну, попытка вырастить билингом, скажем так. Но у нас была няня китайка, но уже прошло много времени, ребёнку 7 лет. То есть, да, находилась в сад, безусловно. То есть в социуме она слышит китайский и общается. Но в целом дома, а большую часть времени летом она с мамой и с папой, как бы мы всё-таки русские люди. Вот. И, конечно, она пошла, да, там стала всё это изучать, но были трудности и сложности. Я клянусь, как только мы поставили вот это, вот хотите верьте, хотите нет, проще пошло. Дело пошло проще. То есть считается, что... Как это работает? Пагода. Это какие-то энергетические... Это символ. Ну, это кленшуй символизм, в частности. Мы его тоже применяем. Это символ знаний. Для учеников вот рекомендуется пагода. Она ставится, ну, она ставится в нужный сектор, в частности, в доме. Это любым ученикам, любым родителям, у которых дети в школах? Любым, любым, любым. Покажи тогда ещё разочек. Где это взять можно? Вот всем мамочкам, которые готовят... Можно у меня взять, у нас... Пагода. Это конкретно китайская, вот у нас иероглифы, да. То есть можно, конечно, в фуншуй-магазине в вашем городе, если есть, потому что они не везде есть. А у вас где это? Фуншуй-боксы. Ну, я буду запускать фуншуй-боксы буквально на днях продаж. Да. Можно у нас также взять. Вот. Мои давно уже просят, уже полгода. Я всё никак не могу собрать боксы из Китая, потому что мы выбираем товар, чтобы они были нормальные, эти пагоды там, не покорябанные и так далее. Это целое дело. Целый... Ну, с китайцами бизнес вести, это вообще отдельная тематика, закупать товар. Вот. Поэтому можно у нас взять, можно в фуншуй-магазине вашего города, то есть это на ваше усмотрение. То есть это ставится на письменный стол школьника, в идеале, конечно, чтобы этот стол стоял ещё и в нужном секторе. То есть с точки зрения... Я делала разбор вот про Лёва, я посмотрела, что очень важно обратить внимание на север. Вот ребят вот тоже, Дарина даёт такие вот замечания, что в комнате ребёнка, где он занимается, где он спит, определённые... То есть это не секрет. Часто бывают люди, живут в какой-то там спальне в своей квартире, где энергии плохо текут, малой сексуальной энергии, с мужем всё не складывается. Стоит поменять местами какие-то предметы мебели, расчистить, убрать какие-то гвозди из двери, из, господи, стен, и переставить, да, расхламить какой-то угол, поменять там... Там был шкаф, например, комод, куча вещей, а поставили туда цветы, например, и энергии в комнате меняются. Вот кто с этим согласен, кто это на себе испытал, поставьте, пожалуйста, тоже ваши какие-то смайлики, плюсики, потому что это действительно имеет место быть. Расхламление пространства. И также то же самое можно создать и в комнате своего ребёнка, который будет учиться, чтобы у него вот эти вот энергии текли легче, чтобы он лучше схватывал материал, да, проще всё это складывалось. Ну, это касается не только детей, это касается и взрослых, потому что у меня эти активизации делают и взрослые люди, причём, как правило, приходят изучать базы, ко мне люди очень серьёзные, люди, которые в банках работают, то есть интеллектуальные люди. И действительно мы проверяли не только там на детях, на школьниках, на взрослых людях, что учиться проще, если активизировать звёзды знаний. У каждого есть своя звезда знаний, она определяется, ну, в вебинаре я буду это рассказывать, да, как там определить, куда посмотреть. Лариса, ты на вебинаре научишь людей самих определять, что конкретно их ребёнку, как рассчитать, то, что ему нужно? Это будет на Марапоне. На вебинаре бесплатном я расскажу некоторые фишки, мы там с этим познакомимся, то есть как бы он тоже будет час, я отвечу на вопросы, то есть там тоже, поясню, что такое ресурс самовыражения уже на слайдах, то есть я его готовлю, не то, что там совсем какая-то, знаете, ложёвая информация, нет, я его готовлю уже несколько дней, то есть там тоже будет плат, но конкретно именно, ну, рассчитать просто на калькулятор ко мне зайти и рассчитать можно карту, это вообще не вопрос, это бесплатно делается, у меня ссылочка в шапке профиля, заходим, рассчитываем карту, всё видно, вот она карта, там подписаны основные звёзды в том числе, вот, а именно как и что делать, ну, то есть там такие техники интересные, например, я буду давать фишки древнекитайские, именно секреты, которые вот знают в Гонконге и в Пекине, семьи такие, ну, очень серьёзные китайские, что делается для того, чтобы династически вот знания передавать, да, какие-то вот есть такие моменты, секреты, которые можно использовать, я рассказываю, как мы ставим письменный стол, да, ребёнку, как важно его установить, то, что нельзя, чтобы, например, тот же письменный стол пересекала унитазная ша, об этом вообще никто не знает, как правило, что нельзя, что здесь... Как это? Писни, пожалуйста. Унитазная ша, что такое? Унитазная ша, это вот когда мы сидим вот так вот на унитазе, пардон, вот я сижу на унитазе, вот лицо туда, это вот направление унитаза, вот моё лицо, когда я на нём сижу. И вот этим самым направлением унитаз не должен пересекать рабочий стол. Рабочий стол... То есть ребёнок за рабочим столом сидит в том же направлении лицом, что и если бы он сидел на унитазе в своём туалете? Нет. Это когда вот между комнатами даже, через стены, унитаз в туалете, если от него мы чертим функциональную линию, он прямой линией вот так вот пересекает стол в другой комнате. Это нельзя. Это очень плохо. Как прямой? Ведь я могу просто прочертить линию с любой, в любом направлении. Как это? Нет. Именно вот унитаз, вот когда я сижу на нём... А, куда он смотрит? Куда он смотрит? Вот от него пунктир такой чук-чук-чук-чук-чук-чук, рисуем сквозь стены. И вот если этот пунктирный линия, это пересечёт рабочий стол, письменный стол, это очень плохо. Ой, нет, у моего не пересекает. И, ну, конечно, как бы я ещё поясню про кровати, потому что про кровати должны знать все, это вообще чревато для жизни, и кровать нельзя. То есть это называется унитазная или туалетная ша, фэн-шуй, как бы весь фэн-шуй мир об этом знает, и нельзя, чтобы это пересечение было кровати, либо стола. Это очень серьёзно, это очень плохо. Когда такие случаи бывают в практике у меня, у клиентов, спустя там несколько лет, человек спал вот так вот, у меня был случай, Женя, муж спал у неё так, кровать так стояла много лет, и она ко мне обратилась за консультацией, когда уже овдовела. Вот именно на уровне пересечения у него была онкология. Вот именно где пересекал этот унитаз, у него была онкология печени, он ушёл. То есть как бы это реально работает, плохо очень. И это все знают, то есть нельзя либо унитаз подворачиваем, либо переставляем кровать, пристановку делаем, и стол рабочий. То есть как бы это реально влияет. Интересно, да. То есть вот такие, ну, фишки, да, это не фишки, но вот основные моменты из мира фэн-шуй, в частности, там также я даю моменты такие, которые связаны в целом и с фэн-шуй миром, да, и вот с такими хитростями, тонкостями, что можно делать, чтобы лучше учиться, да, то есть прям вот. Каждый день у нас идёт блок информации. Ну, вот как обычно на марафонах, на моих домашние задания, там всё это с кураторами, мы это всё делаем. Я сейчас пока ты говорила, быстренько в уме прочертила все, у нас сколько получается, четыре туалеток в доме. Ни один, один на гостевой внизу пересекает наш дайнинг-тейбл, большой, за которым должна семья, и у нас никто не ест за этим столом, мы почему-то все едим в кухню, за китчу тейбл, да, никто не идёт туда есть. Скорее всего, интуитивно. Ну, вот интуитивно люди, как правило, чувствуют. И ещё я рекомендую обязательно посмотреть, вообще, где находятся унитазы в доме, потому что вот меня все спрашивают, Дарина, а где вообще самое лучшее место для унитаза? Где его установить дома? Вот унитаз, где должен быть? В каком секторе? Он ни в каком секторе не должен быть. У людей открытие обычно после этого. Потому что раньше не случайно унитаз был отдельно от дома. По старину. Он был отдельно, отхожее место. А сейчас, как бы, ну, вроде, что там тепло, удобно, да, у всех в квартирах. И дома у нас другие, да, как бы многоэтажные застройки, многоквартирные дома. Вот, поэтому в любом секторе, в принципе, унитаз это плохо. И это плохо влияет на этот сектор. То есть он, как бы, его портит. Нет, унитаз это очень хорошо. Ты знаешь, Дарина, иногда. Это очень приятно. В данном случае, когда мы, да, говорим о... В плане влияния пришлось, да. Но, как бы, есть вещи фундаментальные. Если у нас на кону стоит, там, поступление ребенка в ВУЗ, например, там, какой-нибудь грант, да, мы проверяем, конечно, где у нас унитаз, не задевает ли он сектор, который отвечает за знания для этого ребенка. Если у ребенка нюансы, да, ну, вот то, о чем мы говорили по Лёве, например. То есть, конечно, если у нас... У нас был недавно случай веселый, на одном из марафонов девушка написала историю. Мы там отслеживали, где у нее, вот, как раз, цветок персика. Вот то, что ты рассказываешь про романтику. Она пришла ко мне на марафон, такая, раз, замеряет, а у нее там помойка. И мужчины вообще нет, и отношений нет. У нее помойка, вот, где ее цветок романтики индивидуально дома. Она взяла эту помойку, выкинула, все расчистила, поставила цветы какие-то. И буквально там через пару дней у нее знакомство, и действительно интересный мужчина. И закрутилось, завертелось все очень быстро. Она говорит, вот, хотите верьте, хотите нет, вот так вот получается. То есть, так же, ну, это же всего касается абсолютно точно. То есть, нужно проверять. И простое базовое правило, актуальное фэн-шуй, в принципе, над которым многие смеются, ну, это базовое. То, что те же завалы, это просто так негативная энергия, как нужно все расчищать. Я начертила людям, потому что мне кажется, до конца не марафон. В чем дело, как это проверить? Вот, смотрите, я вам нарисовала. Предположим, вот это комната вашего ребенка. Вот здесь стол рабочий, вот здесь кровать, там, здесь окно. И вот у него здесь его ванная комната, раковина, и вот туалет. И если у этого туалета, куда он смотрит лицом, у вас идет пунктирная линия, и она встречается с кроватью или со столом, в данном случае я нарисовала кровать, вот это не есть хорошо. Вот об этом говорит Дарина. Да, то есть это называется унитазная ша, или туалетная ша. И это влияет негативно, абсолютно точно. То есть, как бы, мы этого стараемся избегать. Вот. Ну, там относительно, например, той же кровати я тоже обозначаю. То есть, если у нас, мы хотим, чтобы ребенок учился лучше, то можно тоже поставить кровать ту же, в правильное место, чтобы он лучше получал знания. Когда кровать ставится, вот в сектор, там, его звезд знаний, там можно поставить. Вот. То есть, мы ее можем поставить изголовьем так, чтобы он получал легче знания. Либо поставить туда стол. Вот как бы это все. Но вообще, есть какая-то общая рекомендация для школьников, вот лучше головой поставить кровать, там, не знаю, к востоку? Или не знаешь, что такое? Не индивидуально. Кажется, свое индивидуально. Нет, так нельзя, да. Ну, как вот в туалетах, не знаю. Нет, туалет – это общее правило, просто то, что, ну, извиняюсь, я такое сравнение образное, приведу метафорическое. То же самое, что мы знаем, что нельзя есть плесеньевую, какую-то еду, да, испорченную. То же самое, вот, унитазный шаг. Но кому что, все-таки индивидуально. Кому-то там нужно больше белков, кому-то больше железа, да, для организма. То же самое и без леса. В этом плане все-таки индивидуально. Индивидуально у каждого. Кому-то на запад, кому-то на восток, кому-то на север. То есть тут все это смотрится лично для каждого. Вот. Марина пишет, девушка, куда же деть кровать кинг-сайз, которая почти на всю комнату ее все равно пересекает унитаз. Ну, вот с этим обычно бывают проблемы. Еще, кстати, очень интересный момент по поводу кровати для детей двухъярусной. Сразу прокомментирую, потому что часто спрашивают. Это плохо. Как бы это не рекомендуется. Почему? Я спрашиваю. Вообще любая двухъярусная кровать? Двухъярусная, когда вот эти вот два этажа для ребенка, для детей берут. Да. Почему плохо? Сразу отвечу на вопрос. Потому что в таком случае у нас не получает достаточное количество энергии ни один, ни второй человек. То есть как бы не верхний, он подвешен в воздухе. Ну, потому что чья энергия, чья у нас, да, ци, она ходит на уровне 60 сантиметров в метр от пола. Почему кровать примерно на этом уровне любая стандартная находится? Почему, когда человек спит, заряжает свои батарейки, он спит вот 60 сантиметров примерно от пола? Ну, высота у всех кроватей. Ну, бывает там чуть выше, чуть ниже. Ну, в целом. Вот. Если мы говорим о двухъярусных, то в таком случае человек, который лежит внизу, он на него давит сверху, то есть как перекладина или балка, это будет считаться. То есть в фоншу есть такие правила относительно кровати, что нельзя, чтобы над головой был какой-то тяжелый массивный облет. Будь то люстра, балка, перекладина, это плохо. Та же двухъярусная кровать, это та же балка над головой. Если мы говорим о нижнем, то есть для него это давление плохо, для того, который сверху, он без энергии, он подвешен в воздухе считается. То есть поэтому это не рекомендуется ни для того, ни для другого. С точки зрения фоншу и двухъярусной кровати не есть хорошо. Ну, конечно, я понимаю, что это удобно. Дети любят. И мальчиков расселили, даже когда вот чисто интуитивно опять же получилось, что мальчики расселились в разные концы спальни. То есть они теперь, между ними даже стоит какая-то перегородочка, у них как-то аулический даже, видимо, чтобы они друг другу не мешали, чтобы они отдыхали каждый в своей ауле. Ну, это же и комфортнее человеку, в принципе, да, то, что у нас вот хотя бы должен быть уголок, но свой. Да, там, ребенок одного пола с тобой, да, другой, там, брат или сестра. Но мы же все как-то хотим, ну, где-то, наверное, да, конечно, даже какие-то любимые люди. Я тоже об этом буду говорить у себя через неделю на своем выступлении, что тоже сильно забирает энергию у нас даже находиться рядом с самыми любимыми и близкими, родными, даже маме с детками. Всем нужно уединение. И ребенку маленькому, и маме, и папе нужно иногда уйти и побыть просто с собой, однозначно. А во сне так еще более важно, потому что когда мы спим, мы восстанавливаемся. И вот, да. Кстати, насчет сна, это мы отвлеклись от детей тоже. Многие не понимают, почему муж и жена не могут, ну, вот, с точки зрения фэн-шуи, да, меня начинают спрашивать, а как вот муж и жена? Они же должны спать вместе. А я тут не согласна. То есть, что обязательно все должны спать вместе. Как бы, в принципе... Я тоже не согласна. В принципе, с точки зрения фэн-шуи, бывает, что там эти направления совпадают у мужа и у жены. Они могут спать вместе. Но с точки зрения других наук, тот же human design, да, об этом очень много, есть эта информация. Каждый должен восстанавливаться сам. Да, и это реально влияет очень мощно. Вот на биополе, на энергию. На энергию. Вот. Поэтому, как бы, не случайно, раньше люди спали отдельно. Это, на самом деле, пережитки Советского Союза. Это пережитки вот этого коммунального сообщества, когда люди жили в клетушках один на другом, и тут матрасы, здесь вот, значит, баба, тётя с дядей спят на диване, мама с папой на кровати, я на родственной младушке. Это, к сожалению, так. Раньше в домах, да, люди имели раздельные спальни. Возможно, опочивали. Опочивали. Опочивали, да. Вот, поэтому, конечно же, лучше вернуться к истокам, чтобы, ну, опять же, не обязательно, ребят, это, вы не умрёте. Понятное дело, что вы завтра не откинетесь, но в качестве рекомендации на это принимание имеет смысл. Саша, ну, можете пожить дольше лет на дизель. Ну, такое бывает. Ну, то есть, один другой может высаскивать. Или можете ставить себе нервную систему, стать не невротиком, психопатом, который на всё реагирует, а быть таким, знаешь, окей, дзен. Полный дзен, да. Ну, то есть, с точки зрения фэн-шу, тоже это, как бы, подтверждение там и есть. Я вот о том, что это не только так вот просто, да, исторически было правильно принято, то есть, это с точки зрения фэн-шу правильно, что каждый спит вот в своём направлении даже, там, в своей спальне, в своей комнате. Ничего там плохого нету. Это будет абсолютно верно. Вот. Ну, и относительно двухъярусной кровати тоже я просто дополнила, потому что у многих детки, да, и вот эти кровати, там, селят одного пола, там, или даже мальчик, девочка, так комфортнее, а купим эту кровать. Но эти кровати, к сожалению, не есть хорошо для детей, в частности. Опять же, не воспринимайте то, что всё, завтра пошла ломать. Если у вас нет сейчас такого положения материального или жизненной ситуации, это не позволяет, ну, ничего страшного. Они просто к будущему попробовать это поменять, да, скорректировать. Это 200%, потому что люди начинают очень драматично часто многие вещи воспринимать, так же бывает. Там, обсуждаем тот же Северо-Запад, да, ну, у нас есть такая тоже важное правило в фуншу, одно из важнейших, то, что Северо-Запад должен быть чистым, там не должно быть туалета либо плиты. Северо-Запад – это священный сектор в фуншу, считается. Это сектор, который отвечает за деньги, за наличие мужчины в доме. И вот приходят ко мне девушки или в директ начнут писать, или на марафонах, или там клиенты, «У меня на Северо-Западе туалет, что мне теперь делать?» Я говорю, ну, на будущее, да, на будущее поменять жилье, на будущее, то есть, ну, тут ничего, просто мы меняем жилье, но это на будущее, но если вы сейчас не можете, ну, что теперь, ну, упасть, умереть? То есть, как бы, часто излишняя драма и желание поменять тут же. Мне кажется, даже если поменьше использовать этот туалет, а ходить в тот, который расположен, нормально, в том числе, как бы, может быть, выходом из ситуации. В России просто не у всех есть два туалета, это как бы, ну, в Америке, в Китае. Буржуи мы сидим туда. Да, да. Как бы в России это не у всех есть такая возможность, но тем не менее. Хотя бы, ну, для себя... Хотя, ты знаешь, в последнюю время уже, мне кажется, никому не удивились квартиры с двумя-тремя туалетами абсолютно. Ну, у нас была история здесь, в Китае, у нас был один туалет северо-западный, и вот он как раз таки, когда поправились дела очень хорошо у мужа, он у нас сломался. А был еще один туалет. И вот, ну, не иначе, как... То есть, вот буквально просто он ломается, и мы не можем им пользоваться. И нас с этой квартирой попросили, потому что, чтобы его починить, нужно было вскрывать там какую-то плитку, пол, там что-то, месить цемент. И мы как бы эту квартиру покинули. Вот. То есть, как бы так, не случайно, я считаю, совпало. Очень четко. То есть, фэн-шуй подтвердил то, что происходило в жизни. Как правило, фэн-шуй, энергии, пространство, они просто подтягиваются под то, что происходит с нами. То есть, мы подтягиваем это пространство зеркалем. Вот и все. Таким вот образом. Я уже отвлеклась на фэн-шуй. У меня просто два часа ночи. Я могу немножко тормозить. Если что, задавай вопросы, я могу немножко это тормозить. Не, ну, я смотрю, поскольку мы собрали здесь мамочек, они сидят и впитывают жанна каждое слово именно в плане учебного года, учеников. Опять же, напомню, что у Дарины 10-го числа... Бесплатный. 10-го будет бесплатный. Да, безоплатный вебинар, где она соберет, структурирует всю информацию, которую вы сегодня слышите. Может быть, чего-то, чего сегодня не хватало, там будет. Зарегистрироваться можно на него по шапке профиля у Дарины. Ее профиль можно сверху вот увидеть, да, высотская Дарина. Там еще будет розыгрыш как раз-таки бокса вот с такой вот пагодой. И там не только пагода, там еще будут очень интересные штуки, причем бокс не просто, а что с ним делать, да, как говорится. Да. Зачем мне там это, грубо говоря, барахло? Зачем мне там атрибуты? Обязательно, ну, как бы вот бонусом идет фэншуй-гайд, где есть инструкция, как и куда эти все штуки разместить, чтобы они работали. То есть не просто так. Вам подарили там сувенир, вы его выиграли. То есть это не просто сувенир, они реально работают, но нужно знать, куда это и как применить. То есть инструкция, она прилагается. Как мы это будем использовать? Вот. И плюс я на этом вебинаре обязательно дам пару активизаций, которые будут влиять на учебу. Поскольку учебный год только начинается, там будут прогулки от меня по цемень. Ну, цемень для многих вообще звук непонятный, не знакомый. Это такая китайская техника, есть китайская астрология, есть у нас направление немножечко иное, тоже часть пласта наследия китайцев, да, который они передали нам китайского. Это такая система, которая рассчитывает направление с точки зрения сторон света. И вообще китайцы использовали эту технику для ведения в войну. Называется цемень, то нельзя спрятать императора, дословный перевод. То есть с помощью этой техники мы идем в нужное направление, в нужный час и активизируем хорошую энергию. Как бы берем эту энергию в нужном месте, в пространстве. Вот. У меня есть клуб прогулок, где гуляют участники и напитываются этим энергией. У нас там очень хорошие результаты, причем часто люди приходят с тяжелыми заболеваниями у деток, сами с заболеваниями. У нас вот был случай буквально в этом месяце девушка поделилась. У нее у ребенка онкология, у девочки была онкология. И были очень плохие анализы, то есть был откат, как бы, ну, извиняюсь, ремиссия, да, когда нормально... Регресс. Не, ремиссия, ремиссия, когда все хорошо. Было все хорошо, да, и произошел регресс. А потом, да, опять было плохо анализы, и вот они усиленно гуляли, и у них все, как бы, хорошо. Вот. То есть там очень интересные случаи, в том смысле, что там... Я стоимость поставила чисто символически, то есть мне хотелось помочь большему количеству людей, потому что вообще эти прогулки, это такое очень, ну, уникальное действие, которое не всем людям, в принципе, доступно. И там за умеренную плату люди добавляются в клуб и гуляют. Гуляют в течение, там, месяца, полугода. То есть чем больше ты гуляешь, тем больше ты удачи накапливаешь. То есть дела начинают складываться, люди гражданство получают. То есть гулять, я против меня, как и большинство, наверное. Нужно направление. Я просто даю... Я пишу направление, куда, во сколько мы идем, и гуляем. Едем на машине, либо на велосипеде, либо там на... Кто на чем. Мешком мы идем, там, на юг, либо на север. Мы идем в это направление, в нужный час. В нужный час нам нужна энергия. И загадываем то, что нам нужно. Прогулка может быть для здоровья, для денег, может быть, для документов, для решения вопросов, связанных с властью. Либо это может касаться любви, здоровья, то есть новых возможностей, открытий каких-то. У всех свои задачи. И люди гуляют, и очень хороший результат. То есть постепенно у нас уровень удачи, он выправляется. Таким вот образом. То есть удачу можно накопить, это правда. Я начала про клуб к чему? Потому что я на вебинаре дам также несколько прогулок. Учебный год начинается для детей именно. Это будет на вебинаре на бесплатном. От меня такой бонус. Класс. На прогулке будут для учебы, чтобы, ну так, потом, где-то... Я внизу сделала булавочкой, прикрепила ее аккаунт. Вы смотрите, можете прям кликать. И чтобы не забыть, прям сейчас лучше подпишитесь, зайдите или зайдите к ней в шапку профиля и зарегистрируйтесь. Потому что сейчас эфир пройдет, где-то там кто-то позовет, забудете и вылезет потом из головы. Да, поэтому лучше сразу сделать, а потом уже напоминалки выйдут вам. У вас же есть напоминание, да? Если зарегистрировался, то потом уже напоминалочка приходит. Да, конечно, там придет рассылка, напоминалка будет. Обязательно, безусловно. Вот. Да, сделайте так. Будет десятого, да. Вот. Зарин, ну а какая-то общая для тех, кто все-таки не сможет десятого, забудет. Вот сейчас какой-то такой классный, еще помимо туалета, как мы уже рассказали, такой классный лайфхак, что-то еще для мамочек, что важно подготовиться. Потому что 1 сентября, оно на 10 дней раньше, чем 10 сентября. И вот что такое важно мамочкам проверить? Может быть, какой-то штурик чуть-чуть положить с собой в школьную сумку ребенку? Какой-то символ, что-то такое интересное? Ну, как бы там есть такие фишки, очень интересные, да, с точки зрения вот именно тех же символов, символики. Но по мнению тех же китайцев, ну вот китайцев, не которых сейчас, да, то есть я объясню, фэн-шуй, он вообще очень древний, да, то есть это очень древняя наука, и они копились там многовековое наследие. Есть символы, которые могут усиливать успехи в учебе, в том числе это могут быть, ну, это символ краба, невероятный факт, потому что краб, он по шажочку, но он продвигается вперед. И есть еще фишка по теме именно одежды. Про это не все знают, это как бы, я знаю, есть такая фишка в психологии, но это не из психологии, то есть в фэн-шуй тоже используется по теме цветов. Если у вашего ребенка предстоит очень сложный период, учебный, там, сессия, например, экзамены, то рекомендуется носить желтое как можно чаще. Желтый цвет очень хорошо восстанавливает, в том числе мозг, и как бы с точки зрения вот влияния энергии, желтое это земля, стабильность, устойчивость, очень хорошо добавлять желтого. Если даже с формой, например, у ребенка, то можно какие-то элементы декора, да, вот там, калфу. Да, да, там желтый, даже желтый носовой платок, я не знаю, сейчас не носят. Колготки, да. Что-то желтенькое может быть, да, чтобы ребенок часто на этот желтый цвет, яркий желтый, ну вот, примерно вот такой, да, смотрел визуально, воспринимал его. Портфель может быть желтый, да, то есть когда вот будет большая нагрузка, да, интеллектуальная, в частности, если мы говорим о экзаменах, да, то есть когда нам нужно выступать, когда нам нужно, чтобы к нам отнеслись очень хорошо, почему все идут в белых рубашках обычно на экзаменах? Раньше так было принято. На самом деле, на самом деле белый цвет, он, ну, такой дает некий пропуск с точки зрения вообще китайской астрологии, это тоже объяснимо. Ну, психологически считается, что когда ты видишь человека в белом, он как будто бы вот из тебя, ну, не то, что Бог, да, то есть он как бы, ну, выше тебя, и ты как-то вот подсаживаешься... Я сегодня ходила в школу на встречу с учителем, вот, видишь, неосознанно... В белом рубашечке, вот. Вот. А с точки зрения же Бадзи, даже не Бадзи, а квадрата Лоушу и Цемельнонзя белый цвет, это северо-западный сектор, это тянь, небеса, и это образ открытых, вот, небесных враг. То есть белый цвет, когда врата открыты. То есть у меня были даже такие случаи, я знаю, что на таможне, когда нужно, чтобы тебя пропустили, я одеваю белое. У меня были такие случаи в Сингапур, там не всегда пропускают, когда я ездила одна на учебу, а я выгляжу. Не знаю, на сколько лет, но как бы я выглядела так, что они меня, ну, могли расстрелить, как девушку там, они боятся. Да, да, да. Хороший лайфхак для тех, кто в Америку тоже, в Америке тоже очень такой строгий. Да, да. В идеале одевать белый цвет, потому что белым цветом вы как бы, ну, себя, не то, что возвышаете даже, да, в глазах того человека, ну, то есть проще все это происходит, то есть поскольку с точки зрения цибень и фэншуй, это северо-запад, это сектор тянь, небеса, то есть белый цвет металл. Вот так это работает. Это такой тоже лайфхак, который могу поделиться для всех. Это знаешь, как... Мне мой высокий муж Дэн говорит всегда, Саша, я говорю, так переживаю, так хочу, чтобы наши мальчики были высокими. Макар, Лёва, Сева, и он очень расстраивается, что они там не супервысокие гиганты. Я говорю, а почему ты так это важно? Ты понимаешь, я по себе вижу, что когда в комнату или куда-то высокие люди заслуживают каким-то образом, их больше слушают, к ним прислушиваются, их мнение считается более весомым. Ты представляешь? И я действительно думаю, где бы я ни появилась с Дэном, меня всё время воспринимают более серьёзно, потому что как высокий муж. Победительно. В принципе, в этом есть смысл. Да, и вот то, что ты говоришь про белую одежду, все это надо давить. Вот даже, ты сейчас сказала, с точки зрения энергии, да, вот китайских... Да, да, да. Символизма. Вот этих вот символизма. А даже подсознательно я всегда вот хотела... У меня нет в шкафу ни одной чёрной вещи. Вообще. Чёрная – это бараб. Личность себе. Не хочу. Мне вот с белым как-то, вот не знаю... Я реально чувствую, что я заявляю о себе больше, о том, кто я. Это больше рассказывает обо мне, что я действительно очень открытый человек, я здесь с серьёзными намерениями на этой планете, когда я и ношу белое. Ну да, и даже вот визуально вот больше белого у тебя, вот и по сториз даже. Я образно вспоминаю. Да. Не случайно. Не случайно. Ну, как правило, когда мы в хорошей удаче, насколько я помню, удача у тебя хорошая по периодам, мы интуитивно очень многое чувствуем и притягиваем и с точки зрения с большого, и с точки зрения одежды и других вещей, и людей. То есть так часто происходит. Резюмирую так, резюмирую. С точки зрения. Даже одежды, да. Да, ребят, если у вас остались вопросы к Дарине, вот теперь мамочке вы можете задать. Мне почему-то просто комментарии, они у меня не двигаются. Не вылезли, да. Бывает такой, что глюк такой, с квартирами так тоже на таком мало. Но я тебе зачитаю. Девочки, мамочки, папочки, можете задать свои вопросы. В основном Дарин все благодарят, играют очень классный эфир. Тот, кто считает, что это всё ереси, херня, как бы я их отключаю от эфира, чтобы они не мучили себя, не насиловали. Это как этот, мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактусы. Знаешь, что им плохо от нас, но они продолжают здесь сидеть, и я им помогаю. Так, что по чёрной одежде говорят? Чёрная одежда это элемент воды. Ну, если вам прям индивидуально это очень полезно, вы можете это носить на экзамен, когда что-то очень важное. Вот типа сингапурских пограничников или американских одевайте белое лучше. Потому что белое вас открывает, возвышает. Это небеса. А чёрная? Вот девушка спросила именно по чёрной. А чёрная – это другое. Это элемент воды, какие это врата с точки зрения цемей. Это сюмен, это отдых, это секс, это о другом. Мы сейчас об этом… Ну, то есть это к другому относится, это не об этом. То есть не то, что это плохой цвет, он просто активирует другие сферы жизни. Энергии в том числе, да. Другие энергии в особенности, да. То есть мы говорим о том, чтобы добиться успеха в учёбе. У нас как бы такая была задача. Да, да. Наталья граница. Не про цвета, а про учёбу. Да, да, да. Вот. Ребята, ещё раз напомню, что именно про учёбу, про вот эти все расположения правильные по фэншую и у ребёночка в комнате и больше на что обратить внимание, куда, в какую сторону гулять, это будет безоплатный вебинар Дарины, где она с вами это всё вам даст. Эти всенаводочки, которые произойдёт 10 сентября, зарегистрироваться на него можно по шапке профиля у Дарины в профиле, который я прикрепила вам внизу, посмотрите, с булавочкой. Вот. Если вам захочется более глубоко изучить и самому рассчитывать уже для своей семьи более детально, да, вещи, вы дальше пойдёте после этого вебинара, как это сейчас принято, это нормальная практика, вы уже более глубоко пойдёте к Даринину марафон и так далее. Вот. А данный момент мы просто вам рассказываем о такой возможности и вот у вас есть сейчас возможность задать какой-то вопрос, пока у нас эфир ещё идёт. Так, пишут, что о чем сейчас можно обезвредить унитаз до перестановки? А ничем. Если он пересекает, его переставить только... А как? Ну вот люди спрашивают, да, а как, что сделать? Переставить кровать? Тут нет другого выхода. Сдвинуть хоть немножко, да, как-то перестановку я сделала в комнате, чтобы кровать просто перестала быть на вот этом пунктире. Да, да, да. Можно же что-то такое придумать. Шкаф у меня, кровать у меня есть. Либо в некоторых странах это проще, в некоторых сложнее вызывайте сантехника, он вам его подворачивает на несколько градусов. Вот вы сидели вот так, его можно подвернуть. А он вот так начинает. Да, да, если ваш сантехник может это сделать, поднимать надо будет. Бывает, что это легко делают, бывает, что не очень легко. Вот как бы такой еще выход. Ну, как бы это самое такое распространенное, то, что касается унитазного шата, что действительно стоит делать, учитывать. Так, пишут, что Валерина, рекомендация для моей дочки металл и вода. Надо петь им музыка. Прошел месяц, сегодня концерт у дочки барабана и поет соло. Мы в Майами. Отлично. Молодцы. Так. Интересно, а если унитаз пересекает письменный стол вдоль, а не поперек? Любое пересечение? И вот так, и так? Вдоль, а не поперек. Нет, вот мы сидим, вот он трон. Царское место. То есть, получается, что стол, вот он стол, то есть у нее не вот так унитаз пересекает, а вот так. Это тоже опасно? Тоже не надо. Не должен он вообще ничего пересекать. То есть, мы убираем с его пути, с вот этого прямого, любые там столы. Нельзя стол, нельзя кровать. Нельзя вот эти вещи. Так, Дарина, как для ребенка заказать расчет карты? Ну, типа, как вот ты мне сегодня делала для Лёвы. Написать бирект, записаться на консультацию. Записаться ко мне можно только на февраль 22-го года. Либо прийти учиться ко мне. Потому что многие сейчас записывают на курс, понимают, что им долго ждать февраля. Можно прийти на курс и начать изучать. Ну, мы же на курсе учимся на картах студентов, причем на курсе я лично курирую и подсказываю, и разбираюсь, сижу и вовлекаюсь в процесс. Можно прийти ко мне на курс, либо прийти на консультацию. Все-таки повезло мне блогерам и всяким публичным личностям нам халявы. Ну, как бы, меня многие просят, но я не могу физически, то есть вот у меня сейчас максимум это февраль 22-го. Есть, конечно, вид места, но их количество очень ограничено, это дороже стоит. А так стандарт, очередь, это уже февраль 22-й года. Есть марафоны, вот люди еще тоже, да, спрашивают, сразу объясню. Есть марафоны, то есть я не просто так делаю марафоны, потому что это за умеренную стоимость, бюджетную это еще стоит, действительно бюджетную. Большему количеству людей можно помочь, да, ценнейшую информацию. То есть, ну, есть альтернатива всегда. Пожалуйста, берите. Кто сколько сможет, столько унесет. Сейчас век такой, сейчас такое время, когда людям нужно обучаться, люди получают новые знания, все, мы вышли из этой эры, где мы просто жертвы и ходим по кругам, по одним и тем же терпим, да, то, что нам было дано, вот мы обучились в школе, закончили вуз и пошли работать в одно место, и мы работаем в одну жизнь, любим его, хаим, но терпим, потому что вот так завещали нам наши мамы и бабушки. Сейчас другое время, сейчас другие абсолютные энергии на планете, поэтому мы обучаемся. Попробовали себя здесь, попробовали там. Эти марафоны, все это сейчас, их много, да, и не смысл. Ничего страшного, цены у них не безумные, нет, у кого-то, конечно, безумные, у кого-то более умеренные. И ты чувствуешь себя, ты попробовал себя здесь, попробовал себя, где у тебя пошел открыт, куда у тебя энергия потекла, где ты чувствуешь, что у тебя хорошо получается, пожалуйста, развивайся в той сфере, и никто тебе не мешает, используй себя на благо. Новое времена, безусловно, безусловно. Причем сейчас время, очень интересно, Саша, в том смысле, что многие тайные школы открылись, тайные школы. Что это значит? Ну, то есть те школы, которые веками были закрыты, в частности, китайская астрология, это знания, которые были недоступны веками. И сейчас именно они открываются, открылись, то есть как бы знания эти пошли, ну, двухлеснулись, да, как бы вот, как вода наружу все это пошло. Это не случайно, потому что времена такие, что люди сейчас должны выходить на другой уровень. А иначе никак, иначе подпирали вниз, да. Абсолютно верно. Да. Ну, за последний вопрос возьмем, мы забавные вопросы, про горшочек. Если горшочек у маленького малыша, не надо ставить его напротив кровати и стола? Нет, ну, горшочек, я не думаю, что это так прям, ну, ставьте подальше, ну, это малыш, это горшочек. Нет, это именно касается унитаза, почему еще унитаза? Там же стояк обычно идет, не просто один унитаз. Там слив, и все-таки, ну, унитаз, это унитаз. Я не думаю, что так критично с горшочком, но если вы переживаете, ставьте его чуть подальше. Это попроще, да, развернуть горшочек, чем развернуть унитаз. Горшочек вообще, да, да. Окей. Дарин, благодарю тебя за такой очень интересный эфир. Я думаю, мамочки сегодня заценили разные лайфхаки, у меня такого еще не было в эфире, что мы говорили про унитаза, да, и так далее. Но, тем не менее, знаешь, все имеет место быть в нашей жизни. Готовьтесь к учебному году, пусть вашим деткам дается все просто, а если непросто, пусть вам дается просто то, что им это непросто. Потому что это тоже важно. Иногда мы за нашей жизни переживаем больше, чем они, на самом деле, встречаются с этими проблемками в школе. Все обнимаю, и все, кому не хватило сегодня информации, к Дарине. Приходите. Да, приходите. Спасибо, Саша, на эфир. Любе, большую удачу. Ну, ты прослушаешь еще, там вопросы могут быть. Я там последнюю, да, буквально 10 минут не дослушала. Я дослушаю сейчас сразу после эфира. И по активизации я там написала какие градусы активизировать, и когда активизировать, я проговорила, какие даты. Супер. Благодарю тебе. Благодарю, Дарья. Всем спасибо. Всем до свидания. До свидания. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok